Здравствуйте! В эфире новости экономики в студии Нина Горюнова. Сегодня в выпуске. Сколько татарстанцы тратят на взятки? Предновогодние расходы жителей республики сократятся на 6-8%. Рядовый городок у Театра Кукол обойдется городскому бюджету почти в 21,5 миллион рублей. Рядовой житель Татарстана в среднем тратит на взятки 30 тысяч рублей в год. Таковы данные социологических исследований. Более 50% опрошенных заявили, что сталкивались со случаями коррупции в этом году. Отметим, что данный показатель снизился по сравнению с предыдущими годами. К примеру, в 2011 году он составлял более 65%. Чиновники призывают потребителей жаловаться, поскольку в случае бытовой коррупции активность населения играет порой решающую роль. Татарстанские власти беспокоятся за судьбу региональных дорог в связи с введением с 15 ноября платы за проезд большегрузов по федеральным трассам. Скорее всего, дальнобойщики постараются объезжать федеральные дороги, чтобы избежать платы. И весь поток уйдет на региональные трассы. Президент Татарстана поручил создать рабочую группу по изучению данного вопроса. Вы же знаете, насколько большие грузы разрушают дороги. Мы же все хотим по хорошим дорогам ездить. Это решение принято государственным, Дума, закон принято, он вступил в силу. Что мы сейчас будем обсуждать? Лучше надо обсудить, что будет с региональными дорогами. Как мы должны защитить наши дороги, тем более они вообще не приспособлены на такие нагрузки. В состав рабочей группы по изучению последствий роста трафика на республиканских дорогах войдут депутаты госсовета, представители Минтранса, госавтоинспекции и Советы муниципальных образований. Предновогоднего ажиотажа в торговых сетях в этом году ждать не стоит. Дело в том, что реальные доходы населения снизились, и многие перешли на заберегательную модель поведения. То есть покупка товаров и услуг перестала быть главной целью. На смену ей пришла практика откладывания денег на черный день. Сокращение расходов, имеется в виду на предновогодние всякие там покупки, ну где-то процентов 6-7-8, от 6 до 8 процентов. Это абсолютно точно коррелирует с сокращением реальных доходов. Примерно на 9 процентов ожидаемое сокращение реальных доходов населения. Зарплат, пенсии не индексируются, инфляция есть. То есть, соответственно, люди начинают менять потребительскую модель. По мнению экономистов, потребительский спрос не вырастет и в предновогодние дни, когда обычно наблюдался ажиотаж, и люди скупали все подряд. Об этом свидетельствуют и данные социологических опросов. Большинство россиян считают нынешнее время неблагоприятным для крупных покупок. Сократить денежные траты сегодня советуют 65 процентов россиян. Несмотря на кризис, в Казани растут зарплатные ожидания топ-менеджеров на рынке труда. И работодатели идут им навстречу. Таковы данные рекрутинговых компаний. В августе этого года свискатели на должность генерального директора указывали в резюме зарплату в 90 тысяч рублей, а это на 6 тысяч больше, чем год назад. Директор сейчас готов трудиться в Казани за 81 тысяч рублей. Хотя в прошлом году свискателей на эту должность устраивала зарплаты и в 73 тысячи. При этом владельцы бизнеса готовы наиболее эффективным наемным руководителям доплачивать. А вот тем, у кого не хватает опыта, придется затянуть пояса и заняться саморазвитием. Казанские власти потратят более 30 миллионов рублей на оформление двух новогодних площадок. В 12 миллионов 400 тысяч обойдется украшение главной елки в парке Тысячелетия, которое обещают нарядить в более классическом стиле. На возведение световое оформление ледового городка перед театром кукол Экият выделят 21 миллион 400 тысяч. Из них за центральную горку замок Снежной королевы заплатят более 4,5 миллионов, а за скульптуру Снежной королевы на санях более миллиона. Ледяная фигура Бабушка и Герда будет стоить 341 тысячу, а Дед Мороз и Снегурочка – 226 тысяч рублей. К сравнению, как пишет газета «Вечерняя Казань», на деятельность музеев в этом году из казанского бюджета выделили чуть больше 21 миллиона рублей, а на текущий ремонт дошкольных учреждений – более 16,5 миллионов. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова